МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Горностаева. Треть южноуральцев отказывается от проведения ремонта в собственных домах. По статистике, 30% жителей области не допускают подрядчиков в свои жилища и не позволяют провести капремонт. Это один из самых худших показателей в Уральском федеральном округе. Сейчас разрешение на допуск в квартиру регоператор получает при помощи суда. Однако количество тех, кто отказывается, значительное. Более тысячи домов. Данные по МИАСу от средних по области практически не отличаются. В основном жители отказываются от капремонта систем канализации. Паяться, что ремонт в уборных внутри квартиры придется переделывать. Перекладывать поврежденную плитку, к примеру. Обратиться в суд по каждому из случаев просто невозможно. Это проблема, которая является бичом, по крайней мере, в Челябинской области точно абсолютно. И с этим надо что-то делать. Я понимаю прекрасно, что это, наверное, не наш уровень ответственности. Но, тем не менее, собрать общую информацию и транслировать ее на уровень тех органов, которые могут принять такие решения. Сегодня своим опытом в решении подобных проблем с Южноуральским регоператором поделились другие области Уральского федерального округа. Например, в Тюменской области лучший по показателям сборов проблему решили благодаря масштабной программе по информированию населения. Помимо того, что разъяснительная работа в начале и в течение, также у нас колл-центр работает на территории Тюменской области. Ну и сейчас, конечно, это и претензионная работа. Это следующая часть нашей работы, когда люди, получая уже и пение, и штрафы, понимают, что платить взносы необходимо. Будут ли применять подобную программу на Южном Урале, пока неизвестно. Эти и другие проблемы регоператоры обсудят на третьей ежегодной конференции регоператоров капремонта Урала и Сибири, которая пройдет в Челябинске. В Машгородке поздним вечером вспыхнул автомобиль. Полностью сгорел за считанные минуты. К счастью, водитель успел выпрыгнуть. Полыхающие машины сняли на мобильные телефоны очевидцы. Видео сразу разлетелось по социальным сетям. Давайте посмотрим. На видео, снятом очевидцами, полыхает и взрывается машина. Местный житель Максим Худяков в это время вышел на балкон, обратил внимание на автомобиль. Он двигался в сторону автозавода, но резко свернул во двор. Затем водитель выбежал из машины, и через пару секунд она вспыхнула. Максим сразу позвонил в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Сперва шел дым, и резко полыхнуло пламя. Сосед у нас тут живет, вот он, видимо, в этот момент выезжал, и подъехал как раз, вроде как за огнетушитель, и ему все закричали, беги отсюда, бросайся, беги. Ну, буквально он только отъехал, и тут началась бух-бух-бух. Причина возгорания неизвестна, но специалисты предполагают, что проблема была в проводке. Автомобиль сгорел за несколько минут, к приезду пожарных уже догорал. 26 июля около 22.30 поступил звонок на пульт подразделения пожарной охраны об сгорании автомобиля в районе дома 81 по улице Макеева. Значит, сгорел автомобиль Ford Focus. В настоящее время причины выясняются органами дознания. Сгоревший автомобиль до сих пор стоит на том же месте. Жители соседних домов раньше таких машин в одворе не видели. Личность владельца сейчас устанавливается. В МИАСе участились случаи, когда сотрудники неких коммерческих фирм навязывают жителям услуги по установке газовых счетчиков. Многократно завышая реальную стоимость газовых приборов, они ссылаются на требования законодательства и необходимость их установки. При этом на учет все эти счетчики они часто предлагают своим клиентам поставить уже в других организациях, имеющих законную лицензию. Что это, обман или просто навязанная услуга, выяснил Михаил Тютев. Доверчивые горожане, а в первую очередь это, конечно, люди преклонного возраста, часто поддаются на уговоры и приобретают газовые счетчики, причем по расценкам, которые значительно превышают реальную стоимость приборов. И хорошо, если им постречается не наивный и неосведомленный пенсионер, а такой бдительный, как, например, Лидия Агафонова. Для своих сверстников она, пожалуй, явный пример, как вести себя в ситуации с непрошенными и неопознанными газовиками. Приходили к нам, как будто бы из газа, от газа, там этой, а они не от газа, потому что я позвонила туда, мне так ответили, что мы никого не посылали. А некоторые уроки Лидии Георгиевны, ее мясским сверстникам сегодня, явно можно взять себе на заметку. Даже у нас здесь вот на втором этаже женщина умерла от этого, от обманства, она не выдержала. Вот вам надо тоже счетчик поставить, и ей поставили счетчик, она деньги заплатила. Но когда ей сказали, что вас обманут, я говорю, зачем вы им открываете двери? Зачем? Не надо. Позвонили они вам домофон или чё, говорю, не надо открывать. Мы вас не вызывали. Между тем, по словам специалистов, требования по обязательной установке газовых счетчиков в многоквартирных домах неправомерны. В соответствии с требованиями действующего законодательства, установка индивидуальных приборов учета газа необходима лишь в индивидуальных жилых домах, которые отапливаются с использованием газового оборудования. Наконец, и стоимость надежных газовых счетчиков российского производства значительно ниже тех китайских, что предлагают вам на дому неизвестные газовики. Вот самый дорогой счетчик, мы прямо в магазине говорим, 2 200. 2 200, да. 2 200. А когда его продают за 5, то есть за 7? За 5. 8 тысяч мне вот бабушки приходят, говорят. 8 и то это со скидкой мне посчитали. Я говорю, ну что же вы всем верите-то? Ну как вот верят-то? Бедные бабушки, они приходят все в слезах. Я последние деньги отдала. Да ладно бабушки и молодежи. Я говорю, ну ладно бабушки, вы-то говорю, куда смотрите? В магазине брать надежнее, чем кто-то где-то пришел тебе, что-то принес, непонятно откуда. Опять же, здесь не подсунут просроченный счетчик или уже, допустим, 2-х годовалой, 3-х годовалой давности. То есть вот это время, которое он пролежал где-то на складах, может быть еще где-то, оно, естественно, выпадает из гарантийного срока. А 3 года, допустим, или 2 года, это все-таки важно, особенно для пенсионеров. По словам специалистов официальной газовой службы, опасность в деятельности подобных фирм часто просто однодневок состоит не только в том, что они втридорого продают дешевые китайские счетчики, но их представители, имея низкую профессиональную подготовку, некачественно выполняют работы. И нередко после таких вот умельцев аварийным бригадам компании «Газпром» в газораспределении Челябинск приходится выезжать по жалобам жителей и устранять утечки газа. Ну, опасность грозит в том случае, если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, и при выполнении работы будут использоваться ненадлежащие материалы, в том числе будет применяться несертифицированное оборудование. И еще одна существенная деталь. Как утверждают руководители компании «Газпром» газораспределения Челябинск, их работники не проводят обходы квартир с целью навязать установку различных приборов. Если остаются сомнения относительно пришедшего сотрудника газовой службы, нужно позвонить в управляющую организацию или в службу 04 и уточнить, проводится ли проверка оборудования по указанному адресу и числится ли в штате организации пришедший к вам гражданин, назвавший себя работником газовой службы. Я бы советовал людям не доверяться первому человеку в спецодежде, который постучался к ним в дверь, а все-таки прежде чем принимать решение о замене, о ремонте газового оборудования, посоветоваться с теми людьми, которым они доверяют, узнать, какие организации существуют в месте их проживания, которые выполняют подобные виды работ, узнать цены на услуги в этих организациях, а потом уже принимать решение о выборе подрядчиков. Михаил Тютев, Юрий Карпов, ОТВ МИАС. Многие дети и подростки любят плавать на озерах и реках, но про правила безопасности на воде зачастую забывают, а в критической ситуации теряются. Сегодня в лагере имени Зои Космодемьянской спасатели наглядно показали, как помочь тонущему человеку и не паниковать. Вода прохладная, с такой... Не, я бы купалась в воду, но девочки у нас с такой воду боятся заходить. Савелью Бадину 13 лет. Он, как и многие подростки, любит отдыхать на природе и часто ездит с родителями на озера. Но признается, всегда стеснялся, что не умеет плавать. Друзьям об этом я рассказывал, ведь они могут посмеяться. Несколько дней назад в лагере его научили правильно расслаблять тело в воде, не паниковать и держаться на плаву. Честно, я плавать вообще не умел. И когда вот наш отряд пошел купаться, наш физрук спасил меня, почему ты не купаешься. Я ему рассказал про это. И по моей просьбе он меня научил плавать. Да, за первые два дня. Как бы он сказал, что надо главное держать тело прямо. И первым, что я вам помню, первым, чему он меня научил, это плавать по собачьи. Воспитатели и вожатые каждый месяц сталкиваются со страхом некоторых школьников перед водой. Говорят, главное объяснить ребенку, как вести себя в разных ситуациях. Перед купанием дети всегда рассказывают правила безопасности. С теми, кто не умеет плавать, тренер занимается отдельно. Те, кто не умеет плавать, выдаются либо жилеты, либо на рукавники, которые одеваются на руки, чтобы дети не потонули. Все-таки же не умеют плавать. Здесь должна быть предельная внимательность. И все эти навыки, которые говорятся, рассказываются, то есть это очень пригодится в жизни, не только сейчас, но и в будущем, когда ребенок вырастет. Сегодня в лагере прошла ежегодная традиция «вода – безопасная территория». К детям приехали настоящие спасатели и пожарные. Показали, как безопасно вытащить из воды тонущего человека. И самое главное – объяснили, как оказать первую медицинскую помощь. Как правильно сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. И, не прослушивая пульс, начинать ему делать искусственное дыхание. И массаж сердца. В акции «Вода – безопасная территория» традиционно приняли участие инспекторы по маломерным судам, специалисты гражданской обороны и общество спасения на водах, спасатели и пожарные. Следующая встреча с отдыхающими ребятами запланирована на август. Наталья Ходоковская, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте «Телевидение МИАСа». Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова